Приветствую всех на канале Arduino, на сайте Портал ПК. И на канале, также в соцсетях, мне задают различные вопросы по станку ЧПО. Сегодня я постараюсь на них ответить и также расскажу планы на будущее. Ну что, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok и мы тянем ось Z относительно оси Y перпендикулярно. Соответственно, есть вот этот вот люфт небольшой. Но это решается, нужно поставить просто перпендикулярно еще одну мебельную направляющую и будет гораздо жестче. Также можно скрутить, как у меня сделано с осью Z, скрутить между собой направляющие. То есть, скрутить вот эту внутреннюю часть и среднюю, вот так вот. И, соответственно, уже охраждение будет намного меньше. Также плановое перемещение. Плавное перемещение относительно нормальное. Самая большая проблема – это управляющая программа. Как вы, наверное, видели в предыдущем видео по опровизированию, программа движется на некоторых участках достаточно медленно, а на некоторых перемещается со скоростью перемещения, а не в режиме подачи. Соответственно, программа недоработанная, и отсюда такие вот ищеки. Также рывки связаны со столом. Сам стол, на котором он стоит, он вот качается. Если я его вот так вот качаю, у нас все качается. И когда происходят рывки, у нас весь стол дергается. И на видео видно, как будто идет вибрация по станку, но на самом деле это качается весь станок со столом. Следующий вопрос. Двигатель на спринтер. Данный двигатель взят с принтера Epson FX1170. Вот эти два двигателя на CY. Взят с принтера Epson LX1050. Двигатель, который стоит на CZ, он очень слабый. Он взят из сканера. Следующий вопрос. Какое блок питания я использую? Блок питания от старого компьютера. Как видите, написано 350 Вт. Я его не переделывал. Сделал просто из транзисторов, которые были в принтере. Сделал самую обычную схему понижения напряжения до 8 В. Блок питания старый. Например, вот... Шлейк подключения жесткого диска. Он не держит нагрузку. И я его вообще не использую. Достаточно распространенный вопрос. Как сделать два двигателя на одну ось, чтобы ими управлять? Можно подключить к разным пинамам Ардуины. Цифровых не хватает, но можно подключить к аналогам. Конфигурируйте их как цифровые. И управлять параллельно. Либо разделить управляющий провод на трейвера. И подавать параллельно одинаковые сигналы. Что, в принципе, я и сделал. Еще один вопрос, который мне задали в соцсетях. Есть ли у меня калькуляция? Я считал, поэтому и сказал, что у станок можно собрать за 2000. Я потратил гораздо меньше. Двигатель для оси X. Я взял из принтера, который я покупал за 200 рублей. Двигателя на ось Y, который используется вместе со станиной. Отдали мне бесплатно. Но если покупать, то это 600 рублей. Мебель направляющая пара 300 рублей. Используется 2 по 500 миллиметров. Это получается 600 рублей. И одна 300 миллиметров. 180 рублей. Дальше. Ардуин купил за 170 рублей. 4 драйвера за 100 рублей. Цангу купил за 110 рублей на Алиэкспресс. Двигатель из автомобильного компрессора за 150 рублей. Также я использовал строительные уголки. Их сейчас не видно. Они все с задней стороны. Куплены на 120 рублей. Так, еще шаговый двигатель, который стоит на оси Z. Я его купил за 50 рублей. Остальное радиатор. Это мне его отдали. Транзисторы. Взять из принтера. Часть проводов. Взять из принтера. Часть компьютерные. Но компьютеры, по-моему, в основном все из принтера родные. Которые шли для подключения. Ручку регулирования. Мне отдали. Вместе с проводами с автомобильными. Например, вот тут я их использую. Все вот это, что я сказал, обошлось мне. Даже с теми, если бы я все полностью покупал. Не учитывая того, что мне отдали. Это обошлось бы мне в 2,370. Вы скажите, термоплита, доски. Доски я также взял. Она наряжала, доска. Термоплита и бурские 25 на 25. Которые используются при сборке основания. Это старый ящик лежал ненужный. Я его разобрал и из него собрал это все. Но если даже покупать, купить саморезы, которые используются. Купить небольшое. Есть фанеры, кусочки, доску. Ну, я думаю, 600 рублей, которые остаются от 3000. Достаточно. Конечно, если покупать все кулеры. Кулеры также у меня лежали ненужные. Часть, я думал, уже нерабочие. Если их покупать и купить блок питания, конечно, 3000 не уложится. Ну, вот это, конечно, тоже купленные резисторы. Конденсаторы, конденсаторы части. Из принтера. Принтера. Часть пришлось ставить новые. Ну, они стоят меньше рубля. Как я обещал, планы. Что я собираюсь сделать, переделать и изменить. Как видно, мощности хватает. Но по-хорошему нужно переделать портал. Сам портал достаточно плохого. Не очень хороший. Уже без хорошего материала сделана доска. Здесь даже сделаны деревянные клиночки, чтобы выправить плоскость. Что не очень хорошо. Также основание я хочу сделать пошире. Чтобы был пожёстче стоял портал. Потому что, вот видите, если я ошиблю, он немножко ходит. Это, конечно, большой косяк. Но что делать? И, возможно, ещё сделаю мебель, направляющую снизу, чтобы избежать вот этого хождения небольшого, которое есть. Так же переделываю ось Z. Портал сделаю чуть ниже. И хождение ось Z сделаю меньше. Почему? Потому что такого большого хождения не надо. И так низкое, когда идёт фрезерование, оно, конечно, играет сильнее, чем если поднять выше. Так же хочу сделать охлаждение. Я вот поставил уже на задние двигателя. Пулеры вот такие, которые так же держали. Я их смазал. Не шумят, конечно. Но охлаждают. При долгой работе двигателя, конечно, нагреваются. Этот двигатель не так греется. Даже при работе там 2 часа. Температура допустимая. Ещё надо поставить ось Z. Либо переделать. Двигатель поставить побольше. Потому что этот греется сильнее всех. Ну, пока ещё, конечно, вентилятор нету. Поставлю на него кулер. Возможно, всё будет работать достаточно хорошо. Следующее, что я хотел бы сделать, это переделать программу управления. Так как программа, которой я сейчас пользуюсь, не очень хорошо себя передавала. Происходят рывки. Поэтому я планирую перейти на G-код. Нашёл уже некоторые наработки. Не совсем подходят к моим драйверам. Но есть вероятность, что я это всё переделаю. Также я планирую сделать из этого станка возможность смены данного двигателя на лазер. Купить лазер в Китае для гравировки. Также, возможно, переделаю временную передачу на винтовую. Поставлю винт на M8. Но с другой стороны, посмотрю, как покажут G-коды себя, если будет всё работать стабильно. В принципе, можно так и оставить. В следующем видео либо начну переделывать управляющую программу на G-коды, либо разберу портал и начну его переделывать. Так что не пропустите. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!